Вопрос. В этом году я хочу совершить паломничество за своего умершего отца. Паломничество за себя я совершил несколько лет тому назад. Прошу вас разъяснить мне наиболее достойный вид паломничества в соответствии с сунной. Какое различие между видами хаджа и какой вид лучше совершать при паломничестве за себя? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, перед вами краткое изложение всего того, что совершает паломник в соответствии с достоверной сунной. Первое. В восьмой день месяца Дуль-Хиджа паломник входит в Ихрам в Мекке или в окрестностях территории Аль-Харам. При вхождении в Ихрам для совершения хаджа он делает все то же, что делал при вхождении в Ихрам для совершения умры. Совершает омовение, наносит благовоние, совершает молитву, намеревается войти в Ихрам для совершения хаджа и начинает произносить тальбию, слова Аллаху Малабейк, которые произносит паломник. Тальбия в хадже имеет тот же вид, что и при умре. Только вместо слов Ляббайка Омратан он произносит Ляббайка Хаджен. Если человек опасается, что что-то помешает ему закончить паломничество, то он добавляет, «Если что-либо задержит меня, то место выхода из Ихрама там, где ты меня задержал». Если же опасений у него нет, то эти слова не произносятся. 2. Потом он направляется в Мину и проводит ночь. Там он совершает пять молитв – полуденную, послеполуденную, вечернюю, ночную и утреннюю. 3. Когда восходит солнце девятого дня месяца Дуль-Хиджа, он направляется на Арафа. Там он совершает полуденную и послеполуденную молитвы во время полуденной молитвы, совмещая и сокращая их. А после проявляет усердие в мольбе, поминании Аллаха, просьбе у него о прощении до заката. 4. После заката паломник направляется в Муздалифу и по прибытии совершает вечернюю и ночную молитвы. Паломник пребывает там ночь, затем совершает утреннюю молитву, а после поминает Всевышнего Аллаха, взывает к нему с мольбами до восхода солнца. 5. Потом он направляется в Мину, чтобы бросить камешки в местечке Джамрату-ля-Акаба, которая наиболее приближена к Мекке. Он бросает один за другим семь камешков, каждый из которых размером с финиковую косточку. После каждого броска он возвеличивает Аллаха, говоря Аллаху-Акбар. 6. После он закалывает жертвенное животное. Это может быть баран или седьмая часть верблюда или коровы. 7. Потом паломник сбривает волосы со своей головы, а женщина только укорачивает их. Она укорачивает все волосы на длину, равную длине ногтевой фаланги пальца. 8. После этого паломник направляется в Мекку и совершает обход вокруг Каабы. 9. А потом снова возвращается в Мину и проводит там одиннадцатую и двенадцатую ночи месяца Дуль-Хиджа. Он бросает по семь камешков один за другим во всех трех Аль-Джамарат после полудня. Начинается с Джамрату-Сугра, что находится дальше всех от Мекки. Потом Джамрату-Ль-Усла и произносит после них мольбу, а после Джамрату-Ль-Кубра. После последнего паломник мольбу не произносит. 10. Закончив бросание камешков в двенадцатый день, паломник, если желает, может покинуть Мекку. А если он желает, то задерживается в Мине и тринадцатую ночь и бросает камешки во всех трех Аль-Джамарат после полудня. И задержаться лучше, но не обязательно. Задержаться обязательно лишь тогда, когда он остается в Мине до заката двенадцатого дня месяца Дуль-Хиджа. В этом случае паломник обязан задержаться, чтобы бросить камешки в Джамрат после полудня тринадцатого дня. Однако, если он задержался в Мине до заката не по своему желанию, например, он собрался, сел на транспорт и задержался из-за пробки на дороге и тому подобное, то он не обязан задерживаться, так как задержка до заката была ненамеренной. Одиннадцатое. Если паломник завершил все эти обряды и желает вернуться на родину, то он не покидает Мекку, пока не совершит семь кругов прощального обхода вокруг Кабы, Туафу-Львада. Женщина во время менструации и после родовых кровотечений этот обход совершать не обязана. Двенадцатое. Если паломник желает совершить дополнительное паломничество Хадж за другого, как родственника, так и неблизкого человека, то вначале он обязан совершить паломничество за себя. В самом обряде паломничества ничего не меняется, кроме намерения. В случае совершения паломничества за другого человека, паломник указывает на это в своем намерении, называет имя этого человека, а произнося тальбию говорит «Ля бейка ан фулян» – «Вот я перед тобой вместо такого-то». А в местах отправления религиозных обрядов он взывает к Аллаху как за себя, так и за того, от имени которого он совершает паломничество. Во-вторых, что же касается видов паломничества, то их три – «Аль-Таматтур», «Аль-Киран» и «Аль-Ифрад». «Таматтур» – если человек совершает этот вид Хаджа, то он входит в Ихрам для совершения умры в месяце Хаджа, «Шаваль-Дуль-Ки'да» и «Десять дней месяца Дуль-Хиджа», совершает ее. А после, в восьмой день месяца Дуль-Хиджа, того же года, в который паломник совершил умру, он в Мекке или в ее окрестностях входит в Ихрам для совершения Хаджа. «Аль-Киран» – это когда паломник входит в Ихрам для совершения умры и Хаджа вместе и не выходит из него до дня жертвоприношения. Или входит в Ихрам для совершения умры, и до того, как начинает совершать Таваф-Уль-Умра, намеревается еще совершить Хадж и входит в состояние Ихрама для этого. И до того, как начинает совершать талафуль умра, намеревается еще совершить хадж и входит в состояние храма для этого. Ифрат. Во время этого вида хаджа, паломник входит в ихрам в одном из мекатов или в Мекке, если он проживает в ней. Или в другом месте до достижения меката. Он остается в ихраме до дня жертвоприношения, если у него есть жертвенное животное. Если его у него нет, то он может заменить ихрам хаджа и храмом умрой. Он совершает обход вокруг Каабы, ходьбу быстрым шагом между Сафа и Маруа, укорачивает волосы и выходит из состояния ихрам, как это велел пророк с подвижником, которые вошли в ихрам для совершения хаджа, не имея жертвенного животного. То есть после умры он совершает хадж. И этот вид хаджа – хадж-таматтур. Так поступает паломник во время совершения паломничества Аль-Киран. Если у него нет жертвенного животного, он может заменить Аль-Киран умрой, как это было описано. То есть после умры он совершает хадж. И этот вид хаджа – хадж-таматтур. Наиболее достойный вид хаджа для того, кто не пригнал жертвенное животное – это аттаматтур. Так как посланник Аллаха, алейхиссалатуассалам, велел своим сподвижникам совершить этот вид хаджа. Мы советуем вам для получения более подробной информации в нормах и религиозно-правовых заключениях в отношении хаджа и умры обратиться к книге Ибн Усайми «Надо помилует его Аллах» «Манасикуль хаджи вал умра» – «Обряды хаджа и умры». Вы можете найти ее на официальном сайте шейха в интернете. А Аллах знает лучше.